Продолжение следует... Возможных изданиях подумал, что, может быть, мы, воспользовавшись собранием нескольких людей и научных обществ, которые занимаются этой сегодняшней тематикой, подготовили бы комментированное издание «Времен года» Дани Лайтиса. И если бы мы это сделали, то мы бы должны были обозреть практически всю историю существующей письменной литературы. Потому что древнейшая литература в письменном виде начинается с шумерской. Мы не знаем более ранней письменной традиции и к числу хорошо сохранившихся текстов, которые теперь есть и в электронном виде в интернете, с неплохим, в общем, английским переводом, но пока нет русского перевода и нет литовского. Вот есть такое шумерское прение, то есть спор, Ну, как переводить, весны или весны-лето и зимы или зимы-осени. Я, собственно, буду говорить именно об этом тексте, но хотел бы сказать, что к нему можно подходить с нескольких разных точек зрения, и кое-что об этом и о связанных вещах я уже писал и печатал, поэтому ограничусь просто отсылками, а скажу просто то, что я на сегодняшний день могу дополнить в свете того многого, что исследовано в последние годы в разных странах. Два основных направления могут быть связаны с изучением времен года, как их представляла эта древнейшая, известная нам евразийская литературная традиция. Во-первых, можно исследовать, как подобные тексты, описывающие столкновения, конфликт двух разных персонифицированных понятий, выступающих в виде личности, как это связано с тем, что этнология нам сообщает об истории социумов, где возникают такие тексты. А второе – это история самого такого жанра. Ну, о первом я хочу сказать, что это довольно основательно изучено многими исследователями. Мы теперь знаем, что, по-видимому, такие великие этнологи, как английские ученые, в свое время недооцененный Хокарт, и наш замечательный ученый, погибший в лагере во время Второй мировой войны, в нашем русском лагере, погибший после того, как он вернулся из немецкого плена, Золотарев. Вот Хокарт и Золотарев, по-видимому, были правы, предположив, что большинство известных нам обществ прошли через период, когда существовала дуальная структура, то есть деление общества на две половины. В некоторых обществах они символически назывались половины весны или лета, и половина зимы или осени. Я об этом прочитал курс лекции, который напечатан, поэтому сейчас просто упомяну это. А другой, более важный для сегодняшнего обсуждения литературного текста вопрос – это как обстоит дело с историей жанра прений. Значит, прения возникли, потому что существовал некоторый стереотип культуры, согласно которому сочинялись тексты, описывающие противопоставление, столкновение двух разных понятий и явлений, таких как сезонный цикл, связанный с весенними полевыми работами, и сезонный цикл, связанный с осенним урожаем. Это и есть содержание древнего шумерского текста. Как такие тексты соотнесены в устной традиции и в письменной? Довольно основательно этим занимался, и очень глубокие в свое время, как это водится в гуманитарных науках, недооцененные мысли высказал один из основателей исторической поэтики – Веселовский. Он об этом пишет в трех главах исторической поэтики, которые в свое время были напечатаны, хотя прошли мимо большинства исследователей, и писал об этом в конспекте своих лекций. То и другое напечатано, например, в книге исторической поэтики Веселовского, изданной Виктором Максимовичем Жермонским в 1940 году. Это в разных вариантах переиздавалось или частично перепечаталось много раз, в том числе в недавнее время. Веселовский обнаружил, что существует очень много следов фольклорного функционирования текстов, в которых весна спорят зимой, какой из этих сезонных периодов, циклов сельскохозяйственных и других работ важнее, больше значит, более трудоемки и так далее. Веселовский приводил примеры из разных фольклорных традиций Европы, в том числе из древнеанглийских и среднеанглийских текстов, которые сейчас очень подробно исследованы, как раз в последние годы. Ну и вы все знаете, один из этих текстов в замечательном русском переводе Пастернака – это текст «Зимы» из комедии Шекспира «Love's Labour Lost» «Когда в сосульках сеновал и дует в руки на дворе, и том дрова приносит в зал и мерзнет, молоко в ведре и так далее». Пастернак в духе тогда им объявленного понимания Шекспира как реалиста был, конечно, заинтересован в том, чтобы передать детали этой зимней кипучей жизни со множеством мелких бытовых подробностей. И это отдельное представление, картинка зимы существует теперь в нашей русской традиции, поскольку наш здешний хозяин прямо связан с музыкой и музыковедением. Я бы отметил, что именно в музыкально-вокальной русской традиции сейчас зима в этом шекспировско-пастернаковском ключе стала какой-то частью нашей современной культуры, даже просто эстрадной культуры. Но это перемена жанра, переключение в другой жанр, что много раз происходит вообще в истории этого. Веселовский с его проницательностью обратил внимание на то, что есть, однако, и достаточно старый текст, в котором видна уже письменная литературная специфика. Это латинское сочинение на эту тему. Об этом Веселовский говорит в своих лекциях, напечатанных в том же томе, изданном Жерманском. Это мне представляется очень интересным. Теперь, когда мы знаем не только шумерские тексты, о которых я сказал, но много разных шумерских текстов, с этой точки зрения, описанных выдающимся шумерологом Ван Сип Хоутом, в целом цикле исследований, которые он посвятил дебатам в шумерской литературе, теперь мы можем сказать, что письменные тексты этого рода отличаются большим размером. В тексте, о котором я говорю, больше 300 строк. Но большинство других текстов этого жанра, их известно с полдюжины, большинство превышает 200 строк. Последующие тексты, и литературные, и устные, значительно меньше, существенно меньше. Ну, я напомню эзоповскую басню на нашу тему «Весна и лето», но это, как все басни эзопы, очень короткий текст. То есть происходит, по-видимому, сокращение, собственно, литературных текстов, и возникает очень интересная проблема. Что? Это только литературная запись тех текстов, которые сначала возникают как фольклорные. Так думал в первой своей работе, еще не упоминавший латинское сочинение, Веселовский. И так думал Фрейзер в «Золотой ветве», который не знал о работе Веселовского, но опирался на данные сравнительной этнологии начала XX века. И приходил к тем же выводам. Оба они пришли к тому, что очень интересно сопоставить эти тексты с греческими, посвященными Адонису. Но я об этом немножко скажу в следующем, сегодняшнем выступлении. Так вот, это остается проблемой. Остается проблемой, в какой степени существует только фольклорная традиция с ее переносом пространный литературный текст, или же параллельно можно думать о развитии, собственно, литературного письменного жанра, который продолжает взаимодействовать с фольклорным. Видимо, это более продуктовая картина на сегодняшний день. Я хотел бы кое-что сказать о том, что вот, в частности, благодаря работам Ван Сипхоута, специально о композиции таких текстов, в частности, в книге, которую он с сотрудниками издал 20 лет назад, он специально занимался законами композиции подобных текстов. Текст построен следующим образом. Вначале говорится о том, что речь идет о столкновении двух братьев. Я замечу, что представление спорящих в таком тексте, как о братьях, очень долго живет. Вы знаете, что классический русский пример – это Лермонтовский спор двух гор, и эти горы тоже два брата. Так вот, они братья. То есть они изначально не враждуют, и в конце они не враждуют, а в середине очень даже враждуют, их столкновение шумерский писец описывает, как конфликт двух быков, которые готовы к бою друг с другом. Но ни в начале, ни в конце этого нет. Так они порождены Богом, которому весь текст посвящается, и здравнивается, и в часть которого текст кончается. И в конце он выступает и в качестве судьи, и присуждает, что зима должна победить. Интересным образом это совпадает с концовкой у другого великого автора нового времени. Я одного автора нового времени, писавшего в этом жанре, назвал. А второй был Ганс Сакс. И говоря о тексте Ганс Сакса, где очень явно наличие фольклорной исходной параллели, Веселовский замечает, что, по-видимому, есть какие-то серьезные основания к тому, чтобы именно зима оказывается победителем в этом столкновении. Но вот любопытно, что зима побеждает и в самом раннем известном нам литературном тексте. Что очень интересно и связано, конечно, не только с жанром именно данного сочинения, это то, что в тексте по существу совсем нет попытки принизить одного из двух соперников. Просто каждый из них как можно подробно описывается с точки зрения того, как много сделала весна, как много сделала зима, как трудилась зима. В конце сказано, что зима – это настоящий труженик, энгарцы, который поэтому все и выигрывает. То есть это описание всех достижений тогдашней, в общем, еще довольно новой неолитической сельскохозяйственной техники. Знаете, в литературе потом появляется очень много текстов, где то, что делают люди, изображается с точки зрения того, как много плохого, что можно сказать осудительного. Ничего подобного здесь нет. Удивительным образом, эта ранняя литературная традиция сверхпозитивная и сверхоптимистичная. Я просто это замечаю к тому, что наше представление о том, что означает прогресс, развитие в литературе, может быть, не совсем соответствует тому, что действительно дает сравнение текстов. Вот сравнение текстов скорее говорит о том, что исходные тексты ставили перед собой задачу прославления некоторых достижений человечества. А для этого использовалась литературная форма, связанная со столкновением. Это дает драматическую силу тексту. Но содержательно в этом тексте нет ничего, что, казалось бы, если два лица соперничают друг с другом, то что-нибудь может быть сказано неблагоприятное. И ничего этого не происходит. И поэтому то, что они в конце устраивают пиршество, где они по отношению друг к другу весьма любезны, это вполне соответствует. Так что я думаю, что это очень интересно для понимания некоторых особенностей описания общества и того, чем общество было занято в то время. И мне кажется, что еще одна интересная особенность, касающаяся не только этого текста, но, может быть, во втором докладе что-то будет об этом. Но мое впечатление такое, что очень интересны эти ранние шумерские тексты тем, что в них история начинается сразу с неолитической революции. То есть ничего, что было до этого достижения, как бы и нет. А вот или ничего не было. Вы помните работу Владимира Николаевича Топорова, которая много говорила о том, что в начале отсутствия. Это соединяет все самые разные традиции, которые сравнивают Топоров. Как глубоко мы бы не заглядывали в прошлое миф поэтических традиций, в начале они говорят, что все отсутствовало. Но потом сразу возникает все, что мы связываем с продвинутой неолитической революции. И именно это уже очень успешная форма жизнеспособного общества описывается в ряде шумерских текстов прения, и в частности в том, о котором мы говорим. Вот это то, вкратце, что я хотел сказать относительно этого текста в сопоставлении с тем, что мы знаем дальше об истории этого жанра. Но мне хотелось бы также сказать, что по своей структуре этот текст прений весны и зимы, он соответствует и структуре многих других прений. То есть, это в основном очень краткое введение, в котором излагаются возникновение весны и возникновение зимы и задачи, которые перед этими сезонными циклами ставятся. Дальше очень подробное изложение достоинств каждого из них. Вот подробно излагаются точки зрения самовосхваляющие весну и самовосхваляющую зиму. И в этом месте утверждается, что противники приходят в раздражение, гневаются, они хотят каждый отстоять свою точку зрения, им кажется, что наносятся какие-то оскорбления, но оскорбления заключаются именно в словословии, которое каждый из них воздаёт своему сезонному циклу. Затем приблизительно в конце трёхсотой строки, то есть примерно за двадцать строк до конца текста, всего в тексте, вот в сводном тексте, который сейчас доступен в интернете, триста восемнадцать строк. в конце оба противника затихают, и тот из них, который будет потом признан проигравшим, а именно лето, весна, обращается к Богу Энлилю с просьбой дать своё решение, но при этом заранее говорится о том, что это решение будет принято миролюбиво, что Энлиля остаётся законодательным всего и так далее. Решение Энлиля связано с тем, что зима управляет, контролирует дающие жизнь воды всех земель. это сельскохозяйственный работник богов, который всё созидает, и поэтому зима делает несравненно больше. То есть, решение переносится в план космический. Это не просто решение, которое касается какого-то одного человеческого общества, а это решение космическое, связанное с главными элементами, из которых состоит мир, но в данном случае решение как бы в пользу воды как основного элемента, и нас, конечно, не должно изуметь то, что в шумерском тексте в стране, где так много было связано с водой и её экономическим, социальным использованием, что именно это решение было принято. Так что, мне представляется, что это весьма интересное начало вот этой очень длинной традиции. Традиция дальше разветвляется, во всяком случае, в Евразии на две основные линии. Одна, по моему впечатлению, каким-то образом связывает письменную литературную традицию с письменными античными традициями. Мне это представляется очень интересно, поэтому я буквально две минуты позволю себе сказать о том, что, по-моему, недостаточно подробно освещено и, в частности, как ни удивительно в шекспироведении. А между тем, мне кажется, что для шекспироведения не только то, что я уже упомянул по поводу использования темы «Весна-зима» в комедии, но и другое шекспировское использование текста, имеющего очень древнюю педисторию, текста премии, крайне важно. Дело в том, что Шекспир в другой своей пьесе точно воспроизводит прение между разными частями тела человека, головы и тела человека, которое в латинском варианте существует у Тита Ливия. И вы можете посмотреть переиздание моей статьи на эту тему в третьем томе избранных моих статей, и вы увидите, что во всяком случае в шести случаях я устанавливаю, что латинские слова имеют точные лингвистические словарные соответствия в шекспировском тексте. То есть Шекспир, когда писал эту свою пьесу, держал перед собой латинский текст. Но вы представляете себе, что все-таки это такого рода аргумент по поводу того, что за образование было у этого человека, которое нельзя игнорирует. Так что мне представляется, что это действительно интересная проблема. Но в общем виде я бы сказал так, что проблема интересна тем, что все-таки от письменной литературной традиции Древнего Востока какие-то нити протягиваются к античности и дальше. А с другой стороны более понятные связи идут непосредственно к восточным традициям арамейской, сирийской, в некоторых случаях видно, что старый текст упрощается и создается все более короткий, то есть упомянутая мной разница в размере по отношению к восточным ветвям этой традиции однозначно решается. Кстати, вот то, что касается Тита Ливия и Шекспира, там этого нет, потому что и у Тита Ливия достаточно длинный текст премии и в шекспирский вариант в чем-то даже длиннее, чем в латинском первоисточнике. Ну, есть загадочная и непонятная сторона этих исследований, это ацтекские поэтические премии, которые были в основном созданы ацтекскими поэтами, но сразу после завоевания Америки. То есть здесь столько возможностей для конструирования и для понимания того, что не все в сравнительном литературе ведения нужно понимать только как возможность реконструкции непосредственного протекста. Я думаю, что было бы фантастикой для этих замечательных по-своему ацтекских текстов, которые сейчас все по-ацтекски изданы, поэтому можно им пользоваться, но они все точно после завоевания. То есть после того, как ацтеки сами познакомились с соответствующими европейскими традициями в устной и письменной форме. Вот мне кажется, что это плодотворная почва для будущих исследований и прений, которые могут уже вестись между нами литературой ведоми. Спасибо. У нас есть возможность задать вопросы. Кто хотел бы задать вопросы? Да? Да, пожалуйста. Я хотел бы, может, этот вопрос не так напрягусь относится к теме, но меня всегда интересовала вещь вообще в этнологии известны ли рекламы, когда сезоны сопоставляются в мировоззрении с фигурами богов. Мне все время представлялось, что вот сезоны ни в Балтийском, ни в Сладанском никогда не имеют никакого-то персонажа, который бы их, ну, может, у нас на каком-то популярном низком уровне, но в мировоззрении нет таких персонажей. Зима, лето, весна. Или вы находите такие вещи, или в Балто-Сладанском, или вообще в Мировоззрении? Я постараюсь по возможности подробнее ответить во втором докладе, который сделаю после коллегии Емельянов. Да, пожалуйста, Татьяна Михайловна, пожалуйста. Если можно, громче, я не слышу. Сейчас одну минуту, я... Создалось впечатление, что времена года для людей были неравненноцельны, и преференция отдается зиме. Казалось бы, неприятное время года, холодному, тяжелому, в то время, как осень, вот из твоего доброго, как подпреферина. В чем то, села, почему такая преференция, вот, приветствуйте, зима. И второй вопрос такой, как рано люди научились отберять времена года друг от друга, вот это вот приводить линию, вот зима кончилась, не начнется, зима пройдет, наступит лета. Спасибо, партия, за это. Спасибо. Первый вопрос. касается того, как именно структурируется вся эта система. Знаете, такое впечатление, что довольно рано формируются самые разные варианты лунных месяцев. если вы посмотрите, вот сейчас переиздано собрание основных мифологических статей Владимира Николаевича Топорова, у него на эту тему месяцы, где он дает подробные списки для двух циклов, соответственно, вот для моего цикла весны и моего цикла зимы, но там не важно сколько в каждом из них месяцев, но это первоначальные группы месяцев, то есть еще нет четкой дифференциации, вот о которой спрашивает Татьяна Михайловна. Дифференциация на группы месяцев, то есть дифференциация на части года явно проходит по-разному в разных группах, ну вот скажем, на индоевропейском материале видно, что в разных ветвях индоевропейской языковой семьи по-разному и как будто похожие выводы можно сделать и по другим семьям языков, где есть достаточно ранние источники, то есть здесь деление происходит в зависимости от экологических и культурных условий в каждом данном случае, не существует никаких общих универсалей, а теперь другой вопрос, на который может быть можно дать более общий ответ, а именно вопрос о том, а почему зима выигрывает. Из текста, длинного подробного текста следует, что зима это тот цикл, на который требуется затрата больших усилий, то есть оценивается размер человеческого труда, вложенный в данную область деятельности общества. И летний, весенний период, как мы все знаем, ну, относительно легкий, да, мы можем даже, видимо, руководствоваться с архетипами, унаследованными от очень глубокой древности, потому что есть следы первых поездок на курорты примерно 200 тысяч лет назад в Терра-Амата возле Ниццы. По-видимому, вот летние сезоны отличались унаследованным, даже, может быть, биологически унаследованным стремлением немножко отдышаться и отдохнуть, а вот зимний сезон это сезон самого тяжелого труда, и за это соответственно дается премия. Продолжение следует...